Всем привет, друзья! Сегодня я вам расскажу жуткий эксперимент над сном, который проводился несколько десятилетий назад. Про эту ситуацию даже сняли фильм. Сегодня я расскажу в деталях, что это был эксперимент над сном и что происходило с людьми во время этого эксперимента. Погнали! Советские исследователи в конце 40-х годов держали 5 человек без сна в течение 15 дней, используя экспериментальный газовый стимулятор. Их держали в закрытой среде, чтобы тщательно контролировать потребление кислорода, чтобы газ не убивал их, поскольку он был токсичным в высоких концентрациях. Это было до камер с замкнутым контуром, поэтому у них были только микрофоны и 5 дюймов стеклянных иллюминаторных размеров, которые были похожи стекло. Комната была заполнена книгами, кроватками для сна, но без постельных приналежностей, проточной водой и туалетом, а также достаточным количеством пищи, чтобы продержали все 5 человек в течение более месяца. Подопытными были политические заключенные, которые во время Второй мировой войны считали врагами государства. Все было хорошо в течение первых 5 дней. Испытуемые почти не жаловались на то, что им обещали, что они будут освобождены, если не будут сдавать экзамен и не будут спать в течение 30 дней. Их разговоры и действия отслеживались, и было отмечено, что они продолжали говорить о все более травмирующих инцидентах в своем прошлом, и общий тон разговорах приобрел более темный аспект после четырехдневной отметки. Через 5 дней они начали жаловаться на обстоятельства и события, которые привели их туда, где они находились, и начали демонстрировать тяжелую паранойю. Они перестали разговаривать друг с другом и стали постепенно перешептываться в микрофоны. Как ни странно, все они, казалось, думали, что могут завоевать доверие экспериментаторов, передав своих товарищей и других испытуемых на хозяйстве в плену у них. Сначала исследователи подозревали, что это был эффект самого газа. После данного случая еще три дня прошло. Исследователи проверяли микрофоны каждый час, чтобы убедиться, что они работают, так как они считали это невозможно, чтобы звук не мог прийти с пятью людьми внутри. Потребление кислорода в камере показало, что все пять должны быть бы или еще живы. На самом деле это количество кислорода, которое потребляли бы пять человек при очень тяжелых физических нагрузках, никак не могло их убить. Утром 14 дня исследователи сделали то, что по их словам они не сделают, чтобы получить реакцию у пленников. Они использовали переговорные устройства внутри камер, надеясь провоцировать реакцию пленников, потому что они боялись, что они могут быть мельтвы или же стали овощами. Они объявили, «Мы открываем камеру, чтобы проверить микрофоны. Отойдите от двери и лежите ровно на полу, иначе вас расстреляют. Соблюдение правил позволит одному из вас немедленно обвести по свободу». К их удивлению, они услышали хоть одну фразу в спокойном голосовом ответе «Мы больше не хотим, чтобы нас освободили». Между исследователями и военными, финансирующих исследования, развернулись дебаты. Не имея возможности спровоцировать дальнейший резонанс под внутренней связи, было принято окончательное решение – отрить камеру в полночь на 15-й день. Камера была промыта стимулирующим газом и заполнена свежим воздухом, и оттуда же голоса из микрофонов начали просто кричать. Три разных голоса стали умолять, как будто умоляя вернуть газу норму жизни близких ему людей. Камера была открыта, и солдаты отправились забирать испытуемых. Они начали кричать громче, чем когда-либо, и солдаты тоже кричали, когда увидели то, что было внутри. Четверо из пяти были еще живы, хотя никто не мог по праву назвать кого из неба живым. Пайки, которые были оставлены этим испытуемым за последние пять дней, были вообще не тронуты. Были только куски мяса из бедер, погибшего испытуемая из груди. Короче говоря, вот эти вот фотографии – это все понятное дело фейк. Эксперимент закончился на том, что люди просто стали овощами и буквально превратились в диких животных. Они стали быть зависимы от данного газа, который просто не давал им спать. И в конце концов, они стали настолько дикими, просто не контролировали свои эмоции, что они съели одного из своих товарищей. Кому интересно, можете посмотреть еще фильм про данную ситуацию, но по факту так-то сюжет и вообще все, что случилось от начала до конца, я вам рассказал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем удачи и пока!